Девушки отдыхают Но это как бы часть его шарма Тут не любят наливать лонгайленды И всякие там виски-колы Сюда приходят за интересными коктейлями За интересным общением С сознающим барменом Ну точнее с несколькими барменами Потому что здесь он не один Еда в ламберджеке тоже есть Но нас сегодня интересуют коктейли Которые мы и попробуем Так что, как говорят испанцы Vamos! Мы в баре ламберджек На бизнес-ланч Бар ламберджек открылся, по-моему, лет 5 назад В 2013-м Ну или около того Это типа такой Снопский Ну, по всякому случаю, позиционируется как Снопский бар для любителей коктейлей И тех, кто любит Что ты вкладываешь? Ну, в смысле, что Не для тех, кто любит Мне, пожалуйста, виски-колу Или мне, пожалуйста, лонгайленд А типа, что вот коктейльный Мы там правильно все делаем Копченый, олд-фэшн Понимаешь, там В лонгайленд они вообще не готовили С самого начала Да Но сейчас у них фишка в том Что у них есть какая-то коктейльная карта вроде бы Но заказать можно все что угодно Не знаю, как они считают цены Можно лонгайленд Можно, наверное, виски-колу Раньше за лонгайленд просто просили Там типа 800 рублей Или что-то типа такого Ну, чтобы типа Ибо нефига В прошлый раз Вот можете посмотреть Где-то в каком-то из углов Мы когда ходили в стандарт Ты все сопротивлялся против оценок Ты говорил Ну, вот надо оценить хорошо Ну, да, нет, я согласен А теперь такой пришел А это у меня просто субъективное Это у меня исключительно субъективное мнение Потому что Мы, ну, типа, вот С пацанами даже думаем Куда сходить Типа, какое-то новое место И все у нас заканчивается Даже если у нас там турне по барам У нас очень часто заканчивается все равно здесь Потому что, ну, типа, проверенное, хорошее Стандартное место Прям к нему У меня лично претензий вообще никаких нет Я сначала хотел сказать Что может там типа ценник пониже Но нет Он как бы среднеадекватный по Москве А сделать его пониже Публика станет уже другой Возможно Потому что народу здесь и так прилично Вот мы пришли днем В среду В среду Да И все Практически все занято Мы еле место Ну, небольшой такой человек на 50 где-то Вот Единственное, бар простой Но при этом Если вы придете там в 4-5 в субботу За баром не то что сесть, там встать никаких шансов Да, без бронирует там столы, да? Да Да, да Столько можно бронировать Заведение не могло не это Не стрельнуть, как мне кажется У него за спиной совладелец Один из Дмитрий Левицкий Это который Опять же Совладелец Хурма Менеджмент Групп У них вообще с брендингом все в порядке И с этим Ламберджеком И у них же много активностей Помимо заведений Ну, из известных Дорогая я перезвонил Тут же, кстати, рядышки Мне далеко находится Тоже им принадлежит Да, мы на Гитай-городе, если что Это центр Москвы Да И у них же Опять же Из нейминга Это просто вот 10 из 7 Фестиваль Гастрит Ресторанный Ресторанный Эвент такой Ну, один из крупнейших, я считаю А, второй совладелец Вообще там Ну, афиш писал Не знаю, сколько Правды это нет Типа, стажировался Как раз Дорогой я перезвоню Типа, посудомойщика Все стадии прошел В общем, ребята молодцы Как бы Ну, мне нравятся Такие дела Да, еще здесь есть особенность Здесь нет официантов Ну, типа То есть здесь все, кто Здесь обслуживают за столиками Но это Бармены все делают Они же Они же Вот, я взял меню Мне опять же сказали Что они Что типа коктейли Которые перечислены Всего Шесть штук коктейлей А, нет, еще Восемь, девять, десять, одиннадцать Одиннадцать коктейлей В меню перечислены Но это Типа вершина айсберга Как мне сказали Что они делают все что угодно В том числе есть Какая-то их собственная классика Которой здесь нет Они регулярно обновляют Достаточно меню Интересный такой момент Что здесь нет цен Как на коктейли Нет Тут написано Они все стоят Там столько-то, по-моему Да? А, да Вру Стоимость каждого коктейля Указанного меню Составляет четыреста восемьдесят рублей На картиночке Бокал отдачи-подачи Который должен вам намекать На объем Ну, типа Шале, я так полагаю Это сто двадцать Сто пятьдесят Максимум Хайбл Это типа Двести пятьдесят Триста, наверное Миллилитров Гоблид Ну, это Где-то Сто пятьдесят Двести, наверное А, еще здесь В виде написан автор коктейля Ну, и название Описание Ну, это типа Бармена, которая здесь работает Непосредственно Йо, Рокс Печеное яблоко Да, я уже пробовал Из-за этого Что-то А ты можешь что-нибудь сказать? Или, может быть, что мне сказать? Я просто вообще не знаю Что Слушай, надо было посоветоваться Привет, парни Олег Привет Зовут меня Привет, Олег Я Евграф А это Василий Здравствуйте Посоветуй нам что-нибудь Из коктейлей, пожалуйста О, прекрасно На самом деле Выбор коктейлей у нас велик И то, что написано в меню Это вершина айсберга Для того, что мы можем приготовить Поэтому вам проще сказать Что вам нравится Кисло, сладко, горько, пряно Сухо, терпко И мы тогда уже подберем Не, я готов прям как в вечер Прямо Как в вечер? Накинуть прям О, прям крепко Без кислой части Или крепко Не, можно и с кисленькой Я, да, что-нибудь Манхетта подобное Ултфэшн подобное Манхетта подобное Смотри, мы готовим Видок Это вариация Смокима Ро-про С капелькой Бискет с острова Скай Немного дымный будет О, запхнут ламастером Как ты любишь Окей, да Я, да Все А мне лучше что-нибудь Некопченое Некопченое крепкое Или некопченое свежее Кисло-сладкое Ягодное Может быть зелень Базилик Мята Какая-нибудь Седр лайма Пусть будет сладкое Кислое, сладкое Нормально Окей Все сделаем Хорошо Я хочу заметить Что Смотри Без 15.2 Реально это был бизнес-ланч Короче Все опустело Да Не, как только люди ушли Сразу стало лучше Прямо Прямо Сразу Я вообще людей не Не очень Не, я не люблю Когда совсем никого нет Это чересчур Но когда вот пара чайка Сидит где-то по углам Тихонечко Это вот прям Яненькие Не важно даже Какие Ну, они Не мешают мне Я не мешаю им Самый лучший момент Да Редактор субтитров Значит так, если с этим крепким напитком все ванне одна, вариация на манхетта, в данном случае я сделаю его на бурбоне, с пяпелькой острова, виски, песняка и так далее. У этого коктейля особенная история, однажды мы делали мероприятие, пекли пироги прямо на входе, здесь была какая-то тусовка, мы украшали зал и назывался, вечеринка называлась Пайдэй, то есть пирожок, день пирога. И в этот день мы готовили напиток на Женевере с черничным пюре, это как раз он. Женевер. А, это джин. Женевер это предок джина, в отличие от джина сердце Женеверы, это солдовое вино. И в 1575 году компания Болскил начала производить, и именно тогда мошевельник впервые попал в алкоголь. И только потом англичане традицию эту поджали и стали производить жены. А здесь на чем? Какой бурбон? Ну, тут все просто, бурбон у нас на хаосе Хевенхилл, простой, понятный, крепкий американский напиток. Отлично, я готов. Приятного аппетита. Спасибо. Время попробовать. Упьем. У меня, мне кажется, это похоже на яичный белок, да, вот эта пенка? Не исключено. А что там было в составе, я забыл. Я не слушал, что он говорит. Ну, я не помню, там вот этот Женевье. Ой, волшебный. Да, он кислый такой, кисло-сладкий. У меня прям лайтовый. Кстати, не чувствуется такой сильной дымности. И у него прикольный очень костер, ламберджековский собственный. Кожи сделанный костер. Из кожи человека. Видимо, да. Из кожи ламберджека. Да, попробуй, а я твой попробую, раз тогда, раз такое дело. Ну, пахнет он уже, конечно, хуже, чем мой. Нет, я ошибся, мой вкуснее. Я думал, твой будет вкуснее. О, нет. Прям я... Да? Я рад. Все, все правильно. Не, ну, я просто не люблю копченые, чего теперь делать. Сколько я понимаю это, копченые коктейли должны быть не просто с копченым виски, а типа с дымом их так вот мешают. Не, не обязательно. Не обязательно. Ты имеешь в виду окуривание? Окуривание. Я просто видел на ютюбе видео, где чувак как раз по олдфэшнам. Был видео, там, три олдфэшнны. Там необычным образом делали разные олдфэшнны. Три бармена. И один из них делал, ну, как раз он дым прям набирал в какую-то бутылочку, туда наливал потом смесь, там перемешивал вот так вот и уже отсаживал. Ну, понятно. Ну, и еще вариант просто окуривание, когда там типа опускают колбу, туда догоняют этого дыма. А, и потом в нем и смешивают. Да, да. Не, но ей тебе отдают уже. А, с этим. Да, да, да. И поднимает там все в дыму. Это, наверное, красиво. Не, ну, у него не дымился уже сам коктейль. Ну, понятно. Не, этот интересный. Ну, вот. Еще мне нравится тут, что... Ну, вот, типа я по меню-то редко что заказываю вообще, в принципе, в Баревичах. И здесь, как в любом приличном заведении, всегда подскажут, расскажут и сделают. И, скорее всего, угадают со вкусом. Ну, это типа вот подход такой, как из фильмов, да, бар. Типа бармен, там, пожаловаться на жизнь, там пообщаться. Когда бармен в теме, короче. Когда в теме про коктейли, но и в том числе как общение. Да, есть общение с ним. Не то, что там он тебе смешал и... Не, на самом деле, мне вот... Чем больше всего тут нравится, помимо того, что нормальные коктейли, нормальные, ну, типа вкусные-то коктейли, можно, ну, не то, что много где найти там в Москве в заведении. Ну, где-то есть там, типа, да, какие-то. Но иногда приходишь в какое-то заведение, и там настолько все вычурно, что ты неловко себя там чувствуешь. Здесь вот у меня такого чувства неловкости не возникает. Не, не, здесь как раз... Я даже читал отзывы, как бы в том числе негативные, то есть людям не нравится некоторым, что слишком такое... Фамильярное. Фамильярное обращение, да. Ну, же типа бармен подходит, такой привет, как дела там на ты и так далее. Я понимаю, что кому-то это может не понравиться, но мы люди молодые, простые. Мы же такие простые ребята. Ну, мы простые, парни. Согласен. Что мне не нравится в этом коктейле, то, что он практически закончился. Он реально маленький. Здесь дохрена льда. Ну, в смысле, это нормально, чтобы в коктейле много льда. Но я имею в виду, что я сделал три голодка. Ну, типа, сто... Сто... Сто пятьдесят, я думаю, там, миллилитров точно было. В любом случае, нету сейчас вот хороших, дорогих, приличных заведений, где в коктейль там в больших порциях. Сейчас оно все вот, ну, как бы, вот. Либо вот так вот, причем даже если это шале, у тебя может быть, там, вообще, там, типа, 100 миллилитров. Ну, в последний раз я друга привел показать ему деликатесы. А-а, деликатесы хорошие. Он будет с хейт-то, кстати. Да, да. Даже не за коктейльями, а чисто поесть. И он тоже, он такой, типа, там, открывает меню, говорит, слушайте, а там все вот объем, там, типа, 70-80-100 миллилитров. Говорит, что, типа, побольше нет у вас? Все такое, да? У нас все такое. Ну, заказал, там, типа, тоже в шале, и вот ему принесли вот так вот. Вот максимум, просто максимум, вот так вот. Поэтому... Ну, ну, что, у тебя легко пьется, как бы? Ну, да, поэтому... Нет, понятно, что если он крепкий, то его и не хочется выпить литр. Еще здесь все, я так понимаю, бармены бородатые. Интересно, это у них какая-то фишка? Нет, по-моему, не все. Не все? Ну, я вот сегодняшние, которых я видел, они все бородатые. Причатые рубашки, бороды, татуировки, да. Ну, что, концепт, как так обычно, называется ламберджек. Ну, да. Главное, не путать с этими ламберджекосексуалами, или как они называются. Да, по-моему, так и называется. Да. Ну, что, давай позовем Олега. Мне кажется, да, коктейль уже мой пай. Мой, короче, пай закончился. Сух пай. Берман, по-счетно. Олег, а можно еще раз? Мы хотели еще что-нибудь, два других каких-нибудь еще. А, мне можно, тише-тише, ковбой. Вообще с радостью. Большой крепкий напиток, который готовится из рома, бренди, персикого ликера и настоя чая Earl Grey. Баланс кислого и сладкого, лимон, лайм, сахарок. Он получается такой, типа, сбалансированный алкоголь, чуть спрятан, но на самом деле его много. Да. Мне нравится. Мне тоже нравится. Отличная пай. Такая же история. Короче, есть такая штука. Мы, типа, в американском баре, мы придумали коктейль, который носит название Redneck. Это американская деревенщина, типа, обычный чувак, который может прийти в бар, типа, и попросить такой напиток. Короче, там добрая порция бурбона, домашняя корица, лимон, лайм, типа, для баланса. И вся эта штука взливается хрустящим полусхимсидером. И украшается еще беконом. Типа такой сауэр-фис такой получается. Ну, вообще, по сути, мы его билдом готовим, но особо не заморачиваясь. Это получается, скорее, сауэр-поллинс, наверное, так. Тоже классно, наверняка. Мы можем просто полинсом было назвать. Я готов. Спасибо. Вот насчет Лонгайленда. То, что, типа, он считается напитком низшего звена. Почему? Считается, потому что он не, ну, это, знаешь, типа, грубо говоря, как водка просто, чтобы напиться. То есть это просто смесь пить алкоголь, и каждый из которых, естественно, не может выделиться. Лимон это дело забивает алкоголь, а кола забивает все остальное. То есть ты как бы вот напитки, которые мы вот сейчас вот пьем, и которые мы будем пить, мы их пьем для того, чтобы почувствовать какой-то там вкус, насладиться, да, у нас там выделяется какой-то один напиток, там, бурбон, джин, джинневра в твоем случае, еще что-то, да, какие-то такие гастрономические. А это как, ну, я не знаю, что. Лонгайленд как хлеб с майонезом. Лонгайленд я делаю очень хорошо. Ко мне очень многие друзья заезжают домой именно на Лонгайленд. Лонгайленд я делаю очень хорошо. Вишня прям, мне кажется, мне кажется, конечно, мне кажется, вишня, она прям даже в последнем гладке чувствуется, вот это вот. Прям, не, вишня крутая. Тише-тише, кобой не дотянусь. Отлично. И роднек. Да, отлично. И роднек. О, смотри, у тебя там какой-то барьебух. Бекончик. Бекон это хорошо. Давай, реднек. Давай деревенчин. Тише-тише-тише. Тише-тише, кобой. Ну, бекончик это прикольно. Мы же тоже делали коктейль с беконом. С ромом, правда. Классная вещь. А это тоже с ромом. Дай. Да. Ой, а что это такое? Какой там, я бы сказал, тоже какой-то копченый, но по-другому копченый в привкус. Это что такое? Бекон, потому что? Ну, бекон рядом. Не могу понять. Ну, есть какая-то копченость, но это нормальная копченость. Такая не фломатическая, то есть не химическая. Хорошо. А что вот это копченое там в нем такое? Корица. А, это корица, точно. Она реально копченая. Я тоже не могу понять, что это дело. Пожалуй, съем бекон. Хочешь бекон? Нет. А я хочу. Бекон сырой? Нет, конечно. А что? Он достаточно хрустящий. Ну, он просто уже остыл. Нормально. Ничего, как тебе? Реднэк. Ну, ничего. Но он реально лучше. Этот кислый. Здесь достаточно много кислоты. Вот эта корица добавляет ощущение именно копчености. Реально у меня ассоциации прям. С цианом, да? Я прям, мне не кажется, что это корица. Ну, в смысле, я понимаю, что это? Я верю, что это корица. Дай-ка, твою два порога я что-то не попробовал. Да, пей. Мне мой больше нравится. Да, вот так. Да, мне твой тоже больше нравится. Это реально что-то типа цитрусового... Лимонадика такого. Да, да, да. Как это называется-то? При этом здесь... Лизбургского. Да, да. Хотя вроде бурбон-то у меня как раз. А еще, если кто-то вдруг хочет попить 10 пивасов, здесь минимально необходимый достаточный набор пива. Да, у них типа 5 сортов пива, возможно, 4 и сидр, и все. Ну, это, конечно, не пивной бар, это не паб. Паб здесь, кстати, прям в этом же здании, вот с другой стороны вход. Вот, что, если подводить итоги, ну, мы условились оценку полную не ставить, да, потому что типа не имеем на это оснований полных, но я уже говорил и повторюсь, Clumberjack один из моих любимых баров в Москве, абсолютно точно. Поэтому, ну, мои оценки реально максимально. Мне кажется, это одно из лучших соотношений цена-качество. Иногда хочется, чтобы было подешевле, но дешевле – это сразу другая публика, другое качество продукта и многое, что влечет за собой. Поэтому для меня Clumberjack это вот, ну, там, типа в топ-5 однозначно входит. Мое личное мнение. Хорошее заведение, приятный бар, коктейльный. Именно коктейли сюда попить самое то. Он маленький, это, конечно, его и плюс, и минус. Даже и пиво попить тоже можно. Пиво попить можно, но, честно говоря, пиво попить сюда я бы не пошел. Рядовой такой выбор, да. Просто для тех, кто пришел… Кроме того, что рядовой выбор, просто миллион мест, где и места больше, и пожалуйста. Нет, в смысле, если ты пришел там, типа, с друзьями, хочешь пиво, то тебе предоставит минимальный выбор. Да, да, то есть, типа, оно есть. Пиво тут есть. Ну, как, пиво есть, это было бы, если там, типа, Хайникен и два бутылочных. Нет, ну, в смысле, пиво есть, которое можно пить, я не говорю, что формально. Да. Будете собираться, особенно в такие, типа, часы пик, пятнадцать, суббота и так далее, только через бронь. Только через постель. Только через постель, да. Соленое. Иначе бесполезно. Ну, то есть, полезно, почему? Можно зайти и стоять там, типа, час-полтора в ожидании столика или места. Иначе, как бы, без вариантов. Только бронировать заранее. Да, все, спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. У нас есть группа всяких ВКонтакте, Фейсбуке. И у вас есть группы настоящие бармены. Околобара.ру. Околобара.ру. Туда заходите, все остальное. Медиабармен конкурс начался. Отлично. Все, ставьте лайки, пишите, куда нам еще сходить, и что нам обозреть. Обозреть. До свидания, любимый. Обозреть в обозримом будущем. Пока, пупчики. На бизнес-лач зашел. С отсосом я могу устроить. Бронепоезд. С отсосом сразу. А вы еще не пили, кстати. Приходить по барам с соленой на алкоголь. Можно пьяненьки прийти с детем? Нет. Мама, нет. Никогда в такой не пойду. Кхе-кхе.